Продолжение следует... Узнать, как люди заботятся о почве и зачем они это делают. Значит, в течение урока, ребята, мы должны будем с вами найти ответ на два вопроса. Зачем люди заботятся о почве и как люди заботятся о почве. Посмотрите, пожалуйста, на материал сегодняшнего урока. Кто нам будет помогать в изучении темы? Регина, пожалуйста. Нам сегодня будет помогать в изучении темы Костя Погодин. Кто такой Костя Погодин, Людмила? Друг Машек и Миша. Костя Погодин, друг Маши и Миши. А еще что мы о нем знаем? Посмотрим, кто он такой. Посмотрите, у него там в учебнике доклад. Значит, он кто? Он человек, который занимается каким-то изучением, да, наукой. Потому что не простой человек будет читать доклад, составлять доклад, а тот, который действительно что-то изучает. Вот давайте прочитаем материал, который нам подготовил Костя Погодин. Пожалуйста, Оскар. Наклад Костя Погодин. Когда говорят, что земля кормится, имеют в виду почву. И это на самом деле так. Растения из почвы берут своими кормлями воду. И растворенные в ней питательные вещества. Они необходимы для роста и развития всех органов растений. Хорошо, продолжаем. Пожалуйста, Максим. Растения питаются многие животные. Насекомые питаются их корнями, листьями, стернями, цветочными гектарами, пыльцой, плодами и семенами. Дерноярная птица лакомится плодами. Растительный орг поедает лошадь, лосик. Растительное ядное животное становится добычей хищники. Следовательно, их хищники зависят от плодорожья почвы. Хорошо. По материалу доклада Костя Погодина. Как вы поняли, что такое земля? Как он описывает, Настенка? Землю называют кормилицей. Хорошо. Что необходимо для роста растений? Раз она кормилица, Людмила. Вода и растворенные в ней питательные вещества. Растениям нужны вода и растворенные в ней питательные вещества. А вот какие питательные вещества, нам скажут другие ребята. Мы сегодня будем работать группами. Одна группа у нас будут исследователи. Одна группа будет экологи. Ну а все остальные побудут в роли ученых. Я предлагаю исследователями сегодня быть Насте и Ангелине. У вас задание. Идите сюда, прочитайте его, что вас просят сделать. Держите. Держите. Читайте. Читайте. А то вы пойдете, еще не так сделаете. Девочки, вслух нам, прочитайте задание. Задание для исследователей. Составьте образец почвы из представленных слоев. Глина сухие. Ну там перечислено у вас видно, да? Вы работаете практически, девочки. Посмотрите, что у вас есть на столе. Как вы поняли? Посмотрите. Подойдите, посмотрите и нам скажите, что вы поняли там. Что есть? Здесь есть слои почвы. Слои почвы. Какие конкретно там? Щебень, камни. Что еще у вас в баночках? Щебень есть. Так, еще что есть? Песок. Песок. Так. И у вас тут хитренькие варианты перегноя. Работайте. А затем у вас второе задание с карточками. Дальше у нас будут работать экологи. Экологами сегодня у нас будут Данил и Людмила. У вас будут задания похожие, но объекты изучения будут различные. Ну, Паму какое достанется. Так, смотрите, что у вас за задание. Читайте начало. Так. Данила, что досталось тебе? Какое задание у тебя? Данила, сколько разлагается природные. Природные объекты, да? Природные вещества. Хорошо, Данила, тебе досталось что? Что ты выбрал? Сколько времени разлагается химические объекты. Так, то есть те, которые сделаны уже руками человека. Задание понятное, экологи. Времени не так много, поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Ну, а все остальные, ребята, мы с вами будем учеными, которые отвечают на довольно сложные вопросы. Переходим к тренажерам. К тренажерам. Открывайте тренажеры. Находите, пожалуйста, в оглавлении главу 9. Как она, Оскар, называется, 9 глава? Почва. И он делает почва. Почва. Нажимайте. Регина, Алина, присоединяйтесь к мальчишкам. Работайте вместе. Тимоша, пересядь, пожалуйста, на время к Насте Лукиной. Поработай с Настей. Выполняйте первое задание. Та пара, которая выполнит задание, поднимайте руку, чтобы я видела, что вы перешли уже к следующему. Так, Алина с Оскаром сделали, переходят ко второму. Максим, Регина, вы проверили? Хорошо, переходите ко второму. Руку подняли, мне понятно. Тимоша, Настя, закончили первое задание. Переходите к следующему. Молодцы. Переходите к следующему. Я вижу вашу поднятую руку. Работайте вместе, обсуждайте, советуйтесь. Так, немножко Оскар ошиблись, да? Проверяйте. Так, молодцы. Настя, на третьем задании с Тимошей. Внимательно, внимательно обсуждайте. Внимательно, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Те ребята, кто закончили, подняли руки, я вижу, наши с Тимошей закончили, Регина с Максимом закончили работу, Арина с Оскаром, молодцы! Открываем задание номер 3, проанализируем его вслух. Пожалуйста, читай, Регина, задание номер 3. Звенья, пищевые цепочки, порядки и исследования. Какие вам предложены звенья цепочки? Пожалуйста, Максим. Хорошо. Как вы расположили? Первое звено, Оскар, это? Растение. Поставьте. Второе звено, Тимоша, что вы расположили? Второе звено, растительноядные животные. Растительноядные животные. Поставьте. И, Алина, пожалуйста, третье звено. Птичные животные. Расположите так, как предложили ребята. Нажмите проверить. Молодцы! У всех зелененько. Переходим к четвертому вопросу. Четвертому вопросу, что нас просят сделать? Читаем, Алина. Посмотри картинку для мяча животных, исчезновение которых приведет к голоданию. Хорошо. Давайте посмотрим, какие нужно отметить объекты Настилукина. Кого отметили вы? Зайцы, овцы, бык. Отметьте тоже так, как ребята предложили. Проверьте. Если есть ошибки, поднимите руку. Ошибок нет. Переходим к пятому заданию. Читаем, Оскар, задание 5. Смотрите картинку и отметьте животных, исчезновение которых приведет к голоданию ястреба перепилятника. Ястреба перепилятника. Вот такое вот новое у нас название животного. Регина, каких нужно животных отметить? Синицу и соловья. Так, отмечаем по мнению Регины синицу и соловья. Отмечаем также. Проверяем. Зелененький цвет у всех. Если есть неточности, поднимайте руку. И шестой вопрос. В этом задании он у нас последний, в этой главе. Для всех ребят, кто без пособия, смотрим. Аня, какое задание? Расставьте звенья пищевой цепочки в порядке их следования. То есть, какое за каким идет. Пожалуйста, у нас здесь четыре звена. Что вы расположили первым на ссылке на? Организмы, способные производить предательные вещества. То есть, это что подразумевается? Что это за организмы? Растения. Это растения. Поставьте первое звено. Что записали вторым? Так, Людмила уже готова. Молодец. Дань, тоже готов? Умночка. Хорошо. Так, что написали, Тимоша, вторым в тесте? Родина. Механизмы питающие растительной пищей. Растительной пищей. Хорошо. Дальше, Реген. Третье. Организмы питающие живой пищей. Точнее, прочитай слово. Какой пищей? Животной. Животной пищей. Хорошо. Настюша, Литсеева, и четвертое звено, по твоему мнению. Какое там должно быть? Организмы называют растительной. Настюша, ниже животные остатки. Так, хорошо. Значит, вы предложили вот такой вот порядок. Проверяем? Да. Проверяем. Хорошо. Вышло зеленый цвет. Стираем. Переходим в домик. И немножечко, раз мы работали по ноутбуку. Тимоша, спасибо, садись на свое место. Работали по ноутбуку. Немножечко отдохнем. Ёжик. Барашек. Божья коровка. Лев. Пингвин. Лошадка. Бабочка. Слон. Хорошо, молодцы. Всех животных, которые у нас в классе есть, определили, да, которые расположены на стеночке. Ну, а теперь группа исследователей у нас готова. Ангелина и Настя Алексеева. Посмотрите, какую прекрасную у нас создали землю. И давайте, девочки, рассказывайте. Подходите к столу. И рассказывайте, какие вы слои как расположили. Что у вас здесь такое произошло. Так, встаньте, пожалуйста, вот так. И рассказывайте, как вы расположили. Что у вас было в самом низу. Вот так вот, чтобы ребята вас видели, слышали. Пожалуйста, а вы развернитесь. Так, вниз вы положили щебень. Хорошо. Затем песок. Потом глина. И перегной. На доске, ребята, нам тоже отметили карточки с этими же словами. А вот теперь давайте посмотрим. Я им для хитрости тут не одним словом перегной, да, а несколько разных-разных вариантов перегноя. Что у вас здесь было? Листья, которые больше перегнили. Так, листья, которые по внешнему виду вы определили, что давно перегнивали. Так, потом. Которые поменьше. Поменьше. Их было видно, да, что не совсем разложились. А сверху у вас здесь? Которые только опали. Вот они, листочки, которые осенью опали. Да, вот совсем-совсем-совсем не так давно. Хорошо. Давайте, ребята, посмотрим на доске. Спасибо, девочки. Садитесь. Посмотрим на доске. Верно ли расположили наши исследователи вот эти вот слои. Тимоша, прочитай, пожалуйста, как девчата расположили слои? Чебель, камни, песок, глина, перегной. Перегной. Верно, на твой взгляд? Хорошо, правильно. Ребята, вот перегной. По цвету он будет отличаться? Да. Да, может. А в зависимости от того, что черный цвет. Как называют такую землю, Настен? Такая называется черноземная почва. Хорошо, молодцы. Ну, я давайте вас спрошу сразу у остальных ребят. Исследователи справились с работой? Да. Какую вы считаете? Им нужно оценку их работы дать. Региша. Пятерку считаешь. Алин, ты как считаешь? Тоже пятерку. У них было задание и практическое, и как итоговое, чтобы мы все видели, какие слои. Ну, а мы, ребята, с вами немножечко отдохнем. А потом послушаем наших экологов. Встанем, отдохнем. Возле своих мест. Так. Закладочки у меня. Мамочка, варенье. Делайте с ребятами. Встаньте, как вам удобно. Встаньте, как вам удобно. Песенку про банки, Песенку про крышки, Пойте вместе с нами, Песенку для мышки. Может быть с ладою, Или может сока быть, Для клейки с этой банки, Можно сока его рубить. Кто поет про сушки, Кто поет про гранди, Песенку про банки, Песенку про крышки, Пойте вместе с нами, Песенку для мышки. Песенку про банки, Песенку для мышки. Песенку про банки, Песенку про крышки, Пойте вместе с нами, Песенку для мышки. Пока! Пока! Санкет спилета. И у нас с вами работали и все ребята-экологи. Ребята-экологи, которые нам предоставят информацию, Очень важную, полезную. Иди, любимая, сюда. Я проанализировала данные о том, сколько времени разлагаются природные тела. Вести и ветки разлагаются быстрее всего через 3-4 месяца. Почвенные бактерии их превратят в берегной. Картонные коробки тоже разлагаются до 3-х месяцев. Бумага, почва разлагается 2 года. А вот брошенные доски будут гнить и вредить почве 10 лет. Больше всего разлагается кирпич в 100 лет. Думаю, что доски и кирпичи нужно использовать для строительства, а не бросать. Так, спасибо, Людмила. А вот теперь, ребята, давайте посмотрим. Казалось бы, безобидная коробка. Даже очень красивая. Ну и что? Она же мне уже не нужна, я конфеты съела. Замечательные салфетки. Но мы их уже использовали, Новый год закончился. Может быть, просто их выбросить? Так, Настя, твое мнение. Как? Так, их можно продолжать. А если я уже вытиралась, мне их надо выкинуть? Можно выкинуть обязательно туда, где корзина для мусора дома, а затем в контейнер для мусора. А коробка? Можно туда что-нибудь ссорить? Так, Настя предлагает. Можно что-нибудь сложить, Макс, твое мнение? Для поделок. Мы очень часто используем для поделок. Вот рамочка будет замечательная даже. Или какие-то шаблоны вырезать. А вот смотрите, сколько времени будет разлагаться вот такая коробка, если мы ее просто бросим, Алин? Три месяца. Представляете? Вот у нас после Нового года уже прошел январь, февраль и пошел третий месяц. Если бы мы после Нового года выбросили вот эту коробку просто на улицу, она бы у нас еще не разложилась, тем более на улице зима. И она бы, когда мы вышли весной, просто бы создавала неряшливый вид. Салфетки и бумага, газеты, какая-то другая, разлагаются вообще долго. Ригин, сколько? Два года. Два года. Поэтому все это нужно обязательно перерабатывать. Еще у нас информация от следующего эколога. Данил, ты готов? Ну, внутри, это, железо еще не нашел. А у тебя же там про банки уже жестяные есть. Она же тоже железная. Ну да. У Данила была немножечко другая информация, да? Я получил данные о том, сколько времени разлагаются дела, созданные руками человека. Я сделала вывод, что почвами и бактериями требуется много времени для их перерабатывания. Переработка. Консервная банка разлагается 90 лет. Другие изделия. Еще дальше разлагается полиэтиленовый пакет, да? Полной переработки пакета пройдет 250 лет. Пуски резина, которые бездумно бросают, бросают человека, пролежав почвы 120-140 лет. А стекло будет перерабатывать почвы и бактерии в более тысячи лет. Все у тебя, Данила? Спасибо большое. А вот теперь, ребята, посмотрите. Мы очень часто с вами встречаем все эти предметы под ногами, да? Очень часто мы пользуемся полиэтиленовыми пакетами, мешочками, потому что это удобно, да? Это современно. Их не нужно хранить. Их донесли пакет до дома и выбросили. А посмотрите, сколько лет будет разлагаться, Аня, вот такой пакет? 50-50 лет. То есть, получается, уже и человечество, наверное, изменится. И уже, наверное, ваши внучата будут взрослые, а пакет все жив. И точно так же полиэтиленовые мешочки. А теперь посмотрите. Мы очень часто видим куски резины, какие-то шины, колеса. Везде повсеместно у нас валяются пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. А стеклянная бутылка будет сколько, Оскар, разлагаться в почве? Одну тысячу лет. Представляете, как это много. И если мы не будем ничего убирать, перерабатывать, создавать сами чистоту на планете, то как же нам-то с вами будет жить? Конечно, плохо. Первое, что может произойти от огромного количества мусора? Региш. Может испортиться воздух. Конечно. Вполне возможно испортиться воздух. Потому что при гнигении обязательно выделяется не слишком приятный запах. Газ, который нам неприятен. Еще, Ангелис, что может случиться? Растения погибают. Конечно. Ведь если мы где-то намусорили в природе, это очень плохо и лесу. А вот теперь, ребята, давайте мы перейдем опять к теме урока. Зачем люди заботятся о почве? Зачем? Настем. Чтобы на стене не погибали и чтобы воздух не погибли. А вот если погибнут растения, испортится воздух, что произойдет дальше, как цепочка? Региш. Хорошо, Настюш? Будут выпивать воду, потом будет. Посмотрите. Значит, зачем люди заботятся о почве? Ангелин. Настюш, как бы ты сказала? Зачем? Итогово это для чего? Чтобы охранять людей. Настюш, как ты поняла? Чтобы нам с вами лучше было жить. Ангелин, ты так хотела сказать? То есть, посмотрите, куда бы ни вела эта цепочка, приведет все равно к человеку. Человек, как последнее звено этой цепочки, навредили природе, получается, навредили самому себе. Зачем охранять почву и природу? Мы поняли. А как это надо делать? Что бы вы сделали, Людмила, чтобы лучше стало? Убрали мусор. Не бросать мусор. А если вдруг он есть, то его убрать, конечно. Хорошо. Еще, Максим, ты что предлагаешь? Надо, если валяется, в мусор, то время надо его убрать. Конечно, мы для этого благоустраиваем поселок. И другим рассказывать, что не бросать? Еще какие меры, Настюш, можно принять? Не разжигать огонь. Не разжигать огонь в лесу. А вот, ребята, чтобы было больше воздуха, чтобы красивее была наша земля. Алина, что бы надо сделать? Не рубить деревья. А что делать наоборот? Садить новые деревца, да? Чтобы наша земля всегда была красивой, ухоженной, здоровой. И чтобы мы с вами жили долго. И чтобы потом ваши детки жили долго. Вот смотрите, наши экологи потрудились. Они выбрали из интернета довольно серьезную информацию. Вы сегодня услышали цифры, которые говорят о том, что огромный вред природе наносит тот мусор, который мы с вами бросаем. Еще дольше разлагается все то, что человек создал сам. Там пластик, полиэтилен, стекло, жестяные банки. То, что действительно в природе очень и очень долго разлагается. Почвенные бактерии, конечно, будут трудиться. Но на это уходит до тысячи лет. Поэтому, конечно, нужно задуматься. И особенно в год экологии. Хорошо, хорошо. Себя останавливать, если захотели бросить мусор. И говорить другим, что возьми, пожалуйста, выброси в урну. Ведь у нас есть в поселке, куда выбрасывать мусор. Сейчас, ребята, мы с вами обратимся к интерактивному пособию. Откройте, пожалуйста, интерактивное пособие. Найдите по оглавлению вторую страничку. Там, где тема, зачем и как люди заботятся о почве. Найдите цифру 2. Перелистните на вторую страничку. И теперь у нас, ребята, есть вопросы, которые нам предстоит с вами выяснить. Почва кормилица, земля кормилица. А вот какие мы можем взять для себя меры, чтобы повысить плодородие. Выберите необходимые. Будьте внимательны. Выбирайте. Выбирайте. Проверяйте. Отмечайте, пожалуйста, те ответы, которые вы считаете верными. Пожалуйста, ребята, что из всего перечисленного вы выбрали? Пожалуйста, Максим, что вы выбрали? Поливать. Так, подожди. Поливать. То есть, имеется в виду, ты будешь поливать всю землю. Здесь не про огород конкретно, не про цветочные горшки дома. Ребята, ваше мнение. Сможем ли мы полить всю почву? Наверное, нет. Будем надеяться на дождик, на матушку природу, да? Дальше. Что ты еще предлагаешь? Рыхлить перед посевом. Перед посевом отмечаем. Дальше. Еще, ребята, еще. Дань. Махите на время строго определенное время. А почему ты не выбрал всегда? Потому что надо определенное время. Конечно, всегда это уже перебор. Какой еще, Ангелиша, ответ вы выбрали? Склоны обрагов распахивать поперек. Давайте проверим ответы. Нажимаем проверить. Ну что ж, мы молодцы. У нас все зелененьким отмечено. А теперь посмотрите, ребята. С кем нас просят сверить свои ответы? Прочитайте внизу. Людмила. Следите свои ответы с рассказом агронома Юрия Егоровича. Значит, здесь мы закрываем, переходим на домик, открываем учебник, находим нашу сегодняшнюю тему, зачем и как люди заботятся о почве, перелистываем и находим рассказ агронома. Читай, пожалуйста, Аня. Рассказ о гранологе для того, чтобы почва хорошо пропускала воздух и удерживала воздух, ее ежегодно перекапывают и лихлят. Хорошо, Ангелина, дальше. При осенней перекопке, после уборки урожая, комья земли не разбивают. Зимой между ними задерживается снег, поэтому весной почва лучше пропитывается водой. Хорошо, у вас как? Лихлят. Лихлят. Лихлят идет к самому поселу. Это помогает сохранить воду и обогатить почву воздухом. В выходе земли лучше прерастают семена, быстрее пробиваются наружу носки, хорошо развивается хренивая система растений. Хорошо. Значит, ребята, мы с вами сегодня говорили о том, как мы должны оберегать землю. А теперь я вам предлагаю посмотреть мультфильм. Экологический мультфильм, который называется «Мальчик и земля». Мультфильм. Мультфильм. Я больше этого не вынесу. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Пожалуйста, послушай. Меня зовут Земля. Я планета, на которой ты живешь. Я состою из лесов, гор, морей, океанов, лев. Здесь живет множество животных и растений. Я живу уже очень давно, и на моей поверхности было все необходимое для счастливой жизни. Но недавно на Земле среди деревьев и животных появился человек. Он стал любить деревья и загрузнять в природу. Появилось очень много мусора, а воздух и вода стали грязными. Стали умирать животные и растения. Если так пойдет дальше, то я скоро погиблю. Люди, надо вам не заботиться. Ведь люди тоже живут здесь. И если погибнет Земля, погибнут все люди. Дорогая Земля, я не хочу, чтобы ты умирала. Как я не заботиться о тебе? Это очень просто. Надо помнить обо мне и стараться не вредить. Каждый человек может сделать пару простых и поливых вещей. Постарайся не тратить любви в пустую. Закрывай кран, когда вода тебе не нужна. Ни мусор, ни красава, как бумажки и бутылки. Мусор убивает землю. И не сжигай мусор, не мусор и ядови. Не ломай деревья и не растения. Растения легко убить, но очень трудно нарастить. А экономия энергии выключает свет, когда он тебе не нужен. Когда производит электричество, очень загрязняет природу. Не трать слишком много бумаги и полиэтиленовых пакетов. Бумага делается из собранных деревьев. Больше езди на велосипеде и ходи пешком. Машины слишком сильно загрязняют воздух. Ну и конечно, говори с другими детьми, чтобы они тоже не видели земле. Если земле будет хорошо и она будет счастлива, то и всем людям, что на ней живут, тоже станет лучше. Помни об этом. Если выживет земля, то выживем мы все. Посмотрели мы, ребятки, с вами мультфильм. И я думаю, что вы сделали очень правильный вывод. Что нам нужно делать, чтобы самим жить было лучше. Макс, как ты понял? Настя, ты бы как в общем сказала. Вот одной фразой, но которая прям вот точная будет. Что надо делать, чтобы нам с вами лучше жилось на планете Земля? Нам надо самим заботиться о природе. Давайте, ребятки, ответьте на вопрос. Что вы нового каждый для себя сегодня на уроке узнали? Лиги, что для тебя сегодня было новое, интересное? Я узнала, что на уроке заботится о земле. Так, что еще точнее? Что вы еще узнали нового? Данил? Мы узнали, как заботиться о природе. Так, что еще, Настюш, узнали? Ну, я узнала, что они заботятся о природе. Различные предметы, да? Хорошо, умница. Откройте листочки самооценки. Поставьте, на каком уровне ваши знания сейчас находятся после урока. Отметьте красную полосу, зеленую или черную. В зависимости от того, на каком уровне вы. Я думаю, сегодня хорошо поработали исследователи и экологи. И они получают за урок оценку 5. Данила, Людмила, Настя, Ангелина, пожалуйста, подайте в дневники. Урок окончен. Спасибо.